Боль, страх, отчаяние. Те события до сих пор не оставляют равнодушными никого. Ежегодно в России проводят открытые уроки, классные часы, вечера памяти жертв, пострадавших от рук терроризма. 1 сентября 2004 года, в тот день в Беслане, как одна тоненькая нить обрывались жизни 186 детей. При упоминании об этой трагедии тяжесть на душе возникает даже у самых стойких людей. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. В тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день в школьном спортивном зале произошли взрывы, в результате которых возник пожар и произошло обрушение здания. Сразу после чего сотрудниками Федеральной службы безопасности был предпринят штурм. Хотя большинство заложников были спасены в ходе штурма, в результате теракта погибли 333 человека, включая спасателей. Некоторые из участников и гостей мероприятия еле сдерживали слезы, слушая записи очевидцев и хронологию событий. Я, во-первых, благодарен руководству нашего города в сериале и учиться с работой в этом учебном заведении, в этом коллективе. А по одной простой доброй, хорошей причине, что у нас здесь соблюдаются все традиции военно-политического воспитания. И у нас, в этом очень хорошая, добрая непосредственная традиция, здесь которая есть. И пользуясь случаем, я принес свою личную коллекцию буквари разных народов мира. С Михаилом Ивановичем мы работаем по проекту по формированию личностных убеждений, то есть непосредственно. Гусман Иванович нам хорошую подсказку сказал, не поднимитесь, обещайте, показывайте это всем непосредственно. И мы по школам ездим сейчас, и с этого года начинаем, дай его ошибку, здоровый ходим и по районам. Ком к горлу подступил у каждого. В память об умерших традиционно зажгли свечи и провели минуту молчания.